Здравствуйте! Вы смотрите программу новости Сургу-24 в студии Юлия Давыдова. В начале выпуска коротко о главных темах. Социально значимый объект. Губернатор, министр и глава нефтяной компании дали старт масштабной стройке в Когалыме. Спустя полгода известный блогер и урбанист Илья Варламов выпустил фильм по итогам своей поездки в Сургут. Сурлимпийцы Югры поедут в Польшу на защиту титула. Сборная региона в Сургуте готовится к матчам волейбольной лиги чемпионов. Новый центр спортивной подготовки появится в Когалыме уже в 2021 году. Его возведение стало возможным благодаря соглашению, которое подписали губернатор Югры Наталья Комарова, министр спорта России Павел Колобов и вагид Аликсперов, президент Лукойла. Нефтяная компания взяла на себя все расходы на строительство объекта. В комплексе будет два ледовых поля, а сам центр будет ориентирован на развитие зимних видов спорта. Это хоккей, фигурное катание, керлинг, шорт-трек и слэдж-хоккей. Глава региона отметила, что значимость проекта неоценима. Новый центр будет открыт для югорчан всех возрастов и станет местом сборов для окружных команд. В данном случае мы получим возможности для того, чтобы югорчане занимались новыми для нас, для нашего региона видами спорта, ледовыми, зимними. Этот объект позволяет в том числе проводить любые соревнования всероссийского уровня. И мы будем работать вместе с федерацией по поводу, потому что здесь проходили начиная с 2021 года всероссийские соревнования по фигурному катанию, по хоккею и, конечно, и по керлингу. Большая дорога с мэром. Известный урбанист Илья Варламов на своем YouTube-канале опубликовал видео по итогам своей поездки в Сургут. Съемки, напомню, проходили еще в марте. Тогда блогер вместе с Вадимом Шуваловым выбрал случайный маршрут, пешком ходили по улицам нашего города. В начале ролика Илья отметил смелость главы, сказав, что все другие отказались от съемок весной, ссылаясь на неприглядный вид их муниципалитетов из-за слякоти и грязи. Урбанист успел поговорить и с жителями, у которых к мэру только один вопрос. Когда будут сделаны дороги во дворах? Когда я приеду, и дворы будут все в порядке? Первая программа, чтобы хотя бы по 50 дворов в год делали. Мы вот за последние годы делали там 18-16, в последнем 18 году 16 дворов сделано. И я надеюсь, что мы вот увеличим, может быть, в разы то количество дворов, которые мы за сезон сделаем. Понимаете? Говорить в перспективе на сколько лет, ну, трудно. Если так, у нас около полутора тысяч дворов в Сургуте. Видео длится целый час, и за это время блогер успел обратить внимание мэра на недостаточное количество общественного транспорта, опасные пешеходные переходы и неприспособленность улиц для пеших прогулок. Впервые Илья Варламов посетил Сургут летом 2015 года. Тогда больше всего его поразили заборы, цитирую, поросящего цвета. Увидев их и в этот раз, он поинтересовался, зачем вообще они нужны и почему, вопреки обещаниям, их не убирают. Жизнь показывает, что они необходимы при перекрестках. Это действительно так. Здесь я уже дал команду, что мы сейчас убираем. Мы два года их убираем, потому что весь город. Убираем почему? Потому что оно требует ремонта. Да, вот он, по Кавеи, да. Чтобы это привести, я посмотрел, сколько это в бюджете, могу озвучить цифру, где-то около 11 миллионов затрачивалось на то, чтобы все это красить, приводить, ремонтировать. Урбанисты работают в Сургуте и сейчас. В течение недели они вместе с неравнодушными жителями участники форума «Города». Хакатон этого года посвятили поиску идей и формированию идентичности людей с местом, где они живут. Всех разделили на несколько команд, каждая из которых предстоит уже в эту пятницу представить дизайн-макет своей общественной территории. Для того, чтобы максимально качественно справиться с задачей, урбанисты ежедневно работают на вверенной им местности, общаются с населением, получая важную информацию о предпочтениях людей. Проект победителя получит финансирование на будущий год. Насколько важно быть гражданином своего города, насколько важно быть полезным для своего города. Человек, который, допустим, живет в городе, вот в Ижевске, да, взятие его случаев, он там учился, допустим, в другом городе в каком-то, да, но он приехал и так же любит свой город и продолжает его любить и делает все возможное, чтобы там происходило что-то новое, строились новые объекты, чтобы ему там было комфортно жить. И он призывает всю молодежь, собственно, так же поступать. Школьников научат говорить с компьютером на одном языке. Центр дополнительного образования Сургу стал площадкой проекта Яндекс.Лицей, где ребят будут обучать программированию. Занятия рассчитаны на два года. В первые ученики познают Python, самый популярный язык веб-программирования в мире. Второй год будет посвящен работе над проектами и сервисами платформы Яндекс. На обучение возьмут 45 учеников 8-х и 9-х классов школ Сургута. Отбор в группы проходит в два этапа. Первый заочный тест по математике и логике. Второй – собеседование, на которое попадут те, кто набрал наибольшее количество баллов. Занятия будут вести опытные преподаватели, которые сами прошли обучение в центре Яндекс в Москве. Заявки уже подали более 100 человек. Прием желающих завершится 11 сентября. Если ребенок полностью освоил всю программу, он сам смог все это сделать, то, в принципе, это практически готовый разработчик, девелопер, класса джуниор, то есть начального, ну, как стажер, если говорить русским языком, который может устраиваться в компанию и уже что-то даже делать. И, в принципе, у него, может быть, даже будет получаться. Вот. То есть, как бы, для ученика это, ну, такой реальный практический опыт, действительно, максимально приближенный к реальной действительности и на очень востребованной платформе, на востребованном языке. Нарушения есть, денег нет. Общественники Общероссийского народного фронта в рамках собственного проекта «Дорога в школу» выявили нарушения на территориях близ образовательных организаций. Кто исправился, а кто нет и почему, выясняла Татьяна Расторгуева. В Сургуте продолжается акция Общероссийского народного фронта «Дорога в школу». Ее цель – повышение уровня безопасности детей на пути к школе и обратно. Общественники проводят такие инспекции второй год подряд. Проверяют наличие дорожных знаков и так называемых лежачих полицейских. Оценивают качество пешеходных дорожек, смотрят, работает ли освещение. В этом году выявлено свыше 10 нарушений. Их пока устранили только у 18-й школы. Эксперты ОНФ указывают, что на пути к образовательному учреждению номер 6 есть ряд недостатков. Родители жалуются на них уже больше года. На этой территории еще в 2018 году, в принципе, как жаловались родители, отсутствует лежачий полицейский. То есть вот этот участок неблагоустроенный, нет тротуаров, нет знаков. Ну, небезопасно для детей. Обращались. Ну, в ходе тех мониторингов, вроде как администрация обещала на это обратить внимание. Сотрудники администрации города, в свою очередь, отчитались, что запрос в бюджет на получение финансирования отправили. Но денег на эти цели в бюджете пока не нашли. Рядом с 45-й школой общественники зафиксировали интенсивное движение транспорта. Безопасности здесь угрожает отсутствие тротуаров, искусственных неровностей для снижения скорости и освещения. Сотрудники администрации рассказали, что заявку на доп. финансирование направили. Но к реконструкции будет возможно приступить только после межевания. А эта процедура не быстрая. Ускорить решение вопросов попробуют на совместной встрече, где разработают дорожную карту. Татьяна Расторгуева, Шабнам Рагимова, Денис Зонов, Сургут Интерновости. Одна из крупнейших управляющих компаний Сургута ДЭС Центрального жилого района подвела итоги конкурса на лучшее оформление придомовой территории. Победители определяли по таким критериям, как ремонт двора и визуальное восприятие. Лучшим признали комплекс из четырех домов на Бахилово-3, а также Божова-10, 12 и 14. Там коммунальщики вместе с жителями заменили лавочки и урны, поставили контейнеры для сбора мусора, посадили цветы, создали декоративные композиции и украсили игровую площадку. На все потратили чуть больше 100 тысяч рублей. Деньги выделила управляющая компания. Мы вот это все делали. В основном работа у нас вела после рабочего времени и выходные дни. Мы дружно всем участкам. Причем участок весь принял эту инициативу. Все хотят, чтобы у нас были чистые дворы и чистый город. Вот у нас лозунг такой на участке «Светите наши дворы, свети наш любимый город». Значит, художественная получается часть. Мы сделали вот такую импровизированную игру для деток. Называется «Раз ромашка, два ромашка». Ловись большая и маленькая. На одном из карьеров в Сургутском районе прошел этап Кубка Югры по рыболовному спорту. За победу в последнем турнире летнего сезона боролись три десятка любителей и профессионалов. За баталиями наблюдала наша съемочная группа. Поппер или воблер, джиг-головка или колебалка. Для каждого рыбака эти слова не просто набор букв, а сложный выбор приманки. На берегу карьера малой ЗСК в Сургутском районе собрались три десятка любителей рыбной ловли. Они стали участниками этапа Кубка Югры в дисциплине спиннинг с берега. В окружной федерации этого вида спорта такое деление турнира на несколько стадий новшества. Сделали это для того, чтобы насытить сезон и дать возможность новичкам получить спортивное звание. Есть возможность получить разряды, то третьего разряда. То есть человек, получивший до 12-го места, спортсмены до 12-го места получают третьи разряды. Берег карьера поделили на несколько зон. Для того, чтобы шансы получить рыбное место были одинаковыми у всех участников, провели слепую жеребьевку. Сейчас они тянут зоны и в те зоны, в которые они попадут, будет на одного человека больше. Соревнования проводили в командном и личном зачетах. В каждой сборной по три человека. Основная масса сургутяне и представители соседнего района. Вместе с ними за победу боролись рыболовы из Ханты-Мансийска, Нефтьюганска и Нижневартовска. Гостям было сложнее всего. Из тренировки не знаю место. Иногородние полагались только на удачу, чутье и свой профессионализм. Местным было попроще в том плане, что они были знакомы с рельефом дна и местами, где может стоять рыба. Сложность этого водоема непосредственно в том, что здесь идет сразу свал близко и большая глубина. То есть надо искать именно где-то пупки, на которых рыба стоит. И это сложность именно этого водоема. Ну и ветер сегодня. Ветер, поэтому сегодня не так просто. С точки зрения правил, все участники находились в равных условиях. На то, чтобы поймать свой трофей, рыболовам давалось два тура. В каждом из них предусмотрели три периода длительностью по 45 минут. Иди мамку позови. Рекордов на этом турнире не ставили. Рыбачили в свое удовольствие, ощущая спортивный азарт. Кому-то удавалось вытаскивать одну рыбу за другой, а у кого-то только поклевки. Сейчас рыба довольно-таки предвзятая. Маленькие веса не всегда получается далеко закинуть. А она именно сейчас их предпочитает. В командном зачете этапа Кубка Югры по рыболовному спорту в дисциплине ловля спиннингом с берега победу одержала сборная под названием «Карасип Триумф». В личном первенстве праздновал кандидат в мастера спорта России Андрей Яночкин из Нефтьюганска. Это, будем так говорить, закрытие сезона летнего. Следующие соревнования уже будут чисто муниципальные. У наших чемпионатов, кубков Ханты-Мансийского округа больше не будет. Следующие соревнования уже будут у нас в ноябре. Это будет уже в Мармышко. Дмитрий Круковец, Вячеслав Шаргунов, Сургут Интерновости. Баскетбольный клуб «Университет Югра» начал подготовку к очередному сезону в Российской Суперлеге. Учебно-тренировочные сборы впервые проходят в Сургуте. Ранее команда неизменно выезжала в Литву, где имела возможность работать в более комфортной климатической зоне и проводить товарищеские матчи с европейскими клубами. На такой шаг клуб пошел из-за экономии средств. До 23 сентября подготовительный цикл будет включать в себя занятия в тренажерном зале, игровые и тактические упражнения. После этого клуб отправится на два выездных турнира. В Москву на Кубок памяти Александра Петренко и в Ярославль. Затем «Университет Югра» вернется в Сургут, где продолжит подготовку к стартующим в октябре Кубку чемпионату России. Пока в составе «Северян» 12 игроков. «Интерес сейчас баскетбола к первой лиге намного сейчас интереснее. Почему? Потому что в каждой команде практически играют по два иностранца. И не просто иностранца, а сильных иностранцев, которые будут играть не последнюю роль в команде. Ну и российские игроки будут совершенствоваться на фоне этих игроков. Я считаю, что в этом году чемпионат за первое место будет намного интереснее, чем в прошлом году». Не исключение и сургутская команда. Здесь тоже будут выступать два иностранца. Состав «Университета Югры» обновился, но не так существенно, как в прошлых сезонах. Остались в клубе Владислав Старталев, Валентин Юрчик, Александр Кузнецов, Александр Пушкин, Артем Ольхов и Салават Шамсуддинов. Вернулись в сургут после перерыва Алексей Федорчук и Александр Семченко. Впервые в футболке студентов сыграет высокорослый Артем Писарчук. Капитаном остается бессменный лидер Югры, сербский легионер Никола Липоевич. На позицию второго иностранца пригласили молодого американского защитника Андреа Уолкера. Я очень быстро и хорошо перемещаюсь. Могу забить, могу отдать пас. Играю за команду, помогаю в защите, даю энергию команде. Сургут – первый российский город в моей карьере. Команда поддерживает меня, чтобы я чувствовал себя хорошо. Мы работаем с хорошими игроками, с хорошим тренером. Я думаю, будет хороший результат. Новая команда, несколько новых игроков. Новые американцы, команда на позиции плеймейкера. Несколько игроков, которые уже были в нашей команде, которые очень хорошо знаем, которые с нами играли шампионат несколько лет назад, Федорчук и Семченко. Еще несколько русских новых игроков. Думаю, что все будет хорошо, все получится. Этот сезон, что будем хорошо работать. И, как и всегда, будем бороться первым за плей-офф, а потом посмотрим. Форсированная подготовка. Сборная Югры по волейболу экстренно набирает форму к финалу Лиги чемпионов среди инвалидов по слуху. Наша команда является действующим чемпионом турнира. Престижные европейские соревнования пройдут в конце сентября в Польше. Хотя традиционно кубок разыгрывали в ноябре или декабре. Кроме того, в этом году претерпел изменение формат турнира. Предварительный этап из-за экономии средств решили не проводить. А в финал допустили всех желающих. Но не более трех лучших команд от каждой страны. От России в Польшу поедут сборные из Новосибирска, Москвы и Югры. Поляки, понятно, что они извиняются. Говорят, что в ноябре, в декабре у них не будет больших залов, где они хотят провести. И в связи с этим у нас получился практически месяц, который мы всегда отводили на то, чтобы свежим воздухом надышаться, чтобы поработать на сайме, на физподготовку, втянуться в сезон. У нас этот месяц выпал. Примерно уже лет 10 работаем по одному и тому же графику. 20 сентября мы заходим в зал, а до 20 сентября мы работаем на воздухе, на песке, прыгаем, бегаем. До конца сентября сборная Югры будет усиленно готовиться в Сургуте, после чего должна отправиться в Польшу. Сжатые сроки наложили отпечаток и на организаторов. Поздно пришел вызов от Европейской конфедерации волейбола, в связи с чем документы на получение виз для игроков отправили только на этой неделе. 25 сентября запланирован вылет команды на соревнования. В тот же день после приезда состоится опробование площадки и заседание судейской коллегии. Старт турнира намечен на 26 сентября. График напряженный. Участникам в течение четырех игровых дней предстоит проводить по два матча. Соперники нашей команды пока неизвестны. В числе фаворитов, помимо трех российских команд, хозяева площадки – поляки. Я думаю, что поляки готовились все лето. То есть, если они взяли себе Лигу чемпионов домой, у них по подбору очень хорошая команда. Которые даже команды Суперлиги могут позавидовать именно антропометрическим данным. Потому что Польша себе именно волейбол, она себе как-то обозначила как вид номер один вообще в стране. Но они не были так готовы хорошо, тренировались они не столько долго, сколько мы, чтобы нам сопротивляться. Но сейчас они взяли с Суперлиги тренерский цех. И вполне возможно, что за полгода они могут добавить. Выпуск завершат коммерческая информация и прогноз погоды. Больше новостей на нашем сайте indefisnews.ru Оставайтесь с нами, вы всегда будете в центре событий. До встречи в эфире. КПК «Югра» КПК «Югра» 28 сентября в Сургуте. Тот самый Радислав Гондопас с уникальным тренингом эмоциональный интеллект начинает и выигрывает. Запишитесь на новый тренинг Радислава Гондопаса, чтобы понять, как эмоции влияют на ваш успех и подчинить их себе. Звание 55 55 18. Подробная информация на сайте тренингового центра «Практикум». Реклама в кино – это удобно. Реклама в кино – это выгодно. Рекламу в кино увидит ваша аудитория. Ваша реклама в кинотеатрах Сургута и Когалыма. Закажите сейчас по телефону в Сургуте. 55 00 55. 55 00 55. Возможно, именно ваш клиент сейчас собирается в кино. Реклама в кинотеатрах Сургута. Максимального комфорта и безграничной свободы. ЖК «Дорожный» – лучшее место для начала самостоятельной жизни. Сотни колясок лучших брендов и красок. Классичные, футуристичные и очень практичные. Удобные и в цене бесподобные. Все коляски в карапузе. Карапуз. А ты говоришь, не сезон. Я все переживаю, как там наш крыжовник. Маш, сделай погромче, а. Хорошо там, где есть радиодача. Маш, сделай погромче. Маш, сделай погромче. Редактор субтитров А.Семкин